Да, привет. Мы находимся в Крокус-Сити-Холле, где до сих пор полыхает пожар. Мы видим, что уже обвалились некоторые конструкции, разбились стекла. До сих пор столб черного дыма возвышается над Крокус-Сити-Холлом. Нас в целях безопасности попросили отойти подальше. Мы сейчас уже практически у дороги, практически у МКАДа. Более 50 машин скорой помощи сейчас находятся на парковке у Крокус-Сити-Холла. К сожалению, есть пострадавшие, есть погибшие. Поэтому более 50 машин скорой помощи сейчас дежурят здесь. И мы видим, что они продолжают пребывать. Так же, как и машины полиции контролируют эту ситуацию как ОМОН, так и СОБР. Также мы видим здесь сотрудников ДПС. Вот сейчас я слышу и вижу, как вертолеты для тушения пожаров, пожары одни, один за одним подлетают к Крокус-Сити-Холлу. Но, к сожалению, пока пожар продолжается. У нас есть комментарии очевидцев, которые, собственно, пришли на концерт, злополучный концерт группы «Пикника», который сегодня так и не состоялся. Давайте послушаем. Я вот из квартиры смотрю, тут километра три, наверное, до Крокус-Сити. Очень много дыма с этой стороны. То есть, получается, с обратной стороны Крокус-Сити. Из-за дыма видно только зарево огня. Значит, самого открытого огня уже не вижу. Ну, либо зарево, либо дым закрывает этот, как его, открытый огонь. На МКАДе, ну, сейчас уже проехали, видимо, мигалки. Там мигалок очень было много. Вот сейчас иногда слышу хлопки. Ну, отсюда вряд ли выстрелы были бы слышны. Хлопки какие-то были сейчас слышны. Несколько, там, два или три там хлопка. Это однозначно. Мы же в Инстагино, у нас прямо напротив, через МКАД, вот этот вот Крокус. Сначала дым увидели в окно. Густой, чёрный дым. И только потом уже пошло зарево пожара. Вот прямо началось открытое горение крыши. Итак, напомню, в Крокус-Сити-Холле должен был состояться концерт группы «Пикник». К сожалению, он так не успел начаться. Очевидцы, с которыми мы успели пообщаться, кто-то был в зале, кто-то не успел зайти ещё в зал. Как услышали выстрелы, услышали хлопки. Известно уже сейчас, что мужчины в камуфляже. Вот, продолжают подъезжать машины ДПС. Очень много машин, как полиции, так и скорой помощи. Ну и, собственно, о ситуации уже известно, что ворвались в Крокус-Сити-Холл мужчины в камуфляже. Их было не менее пяти человек. Они были вооружены. Начали стрельбу. Причём позже взорвали гранату. К сожалению, это привело к гибели людей. Уже известно о нескольких десятках погибших. Но сейчас, собственно, все, и полиция, и ОМОН контролируют ситуацию. У нас есть комментарий концертного директора группы «Пикник». Кстати, группа не пострадала. Это, пожалуйста, до начала концерта, поэтому, да, удалось. В ужасном состоянии группа. Следим за новостями с ужасом. Мы надеемся, что безопасно. Какое сейчас место может быть безопасным? Крокус уже был безопасным. Два часа назад. Пожар очень крупный. Сначала начала рушиться кровля. Сейчас мы видим, что продолжают взрываться, можно даже сказать, окна, потому что они стеклянные и достаточно такими мощными хлопками они взрываются. Сверху вниз у нас продолжается и идёт пожар. Очень много огня. Большой столб чёрного дыма до сих пор возвышается над Крокус с сити-холлом. Но мы видим, что вертолёты действительно один за одним. Они слушают этот пожар, надеясь, что скоро у них это получится, потому что несколько тысяч квадратных метров сейчас охвачены пожаром. Не перестают прибывать машины, как и полиции, так и скорой помощи. Мы сейчас стоим у МКАДа, потому что в целях безопасности нас попросили отойти подальше от здания. Ну и, кстати, стоит отметить, что в начале МКАД стоял, потому что перекрывали на небольшое количество времени движение. Но сейчас движение восстановлено, машины едут активно. Давайте посмотрим. Вот стоят машины полиции. Вот буквально раз, два, три, четыре машины полиции стоят, контролируют движение. Но оно идёт и не затруднено. Давайте вернёмся к пожару. Всё-таки действительно сначала, когда мы сюда приехали буквально час назад, видно было, что пожаром была охвачена только кровля. То есть огонь был заметен наверху. А сейчас уже охвачены и другие, более нижние этажи. Итак, ну, машин скорой помощи более пятидесяти. Мы видим, что есть и машины реанимации. К сожалению, есть погибшие. Их более десятка. Продолжают требовать машины. Ну, а очевидцы и количество средств массовой информации тоже не уменьшается. Мы вот сейчас находимся около МКАДа. И буквально... Давайте покажем. Да, одно, что давайте покажем. Действительно, очень много очевидцев и представителей СМИ. То есть для нас это работа. Но и обычные люди тоже смотрят на пожар, фотографируют, снимают видео. Ну, всё-таки действительно, можно сказать, что такое падение кругу Сити Холла для всех очень страшное событие.